Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. Мы идем со школы и никак не дойдем. Где-то вот такие штучки с кустов. Покали! Мы покали. Дочь у меня покает. Слышите, какой звук? Вот в этом весь как бы и прикол, собственно говоря. Они вот эти кусты до зимы еще стоят. Снеек уже, а у них вот эти белые, не знаю, как ягоды, еще растут. И мы их покаем. Потому что они громко покают, и это очень весело. Да. Да. Очень холодно. Наш глаз слезится, блин, один. Очень холодно. И ветер сильный вообще. Уже когда хоть солнышко будет, хоть день. Но пока, по крайней мере, хотя бы сухо. Сейчас покажу, какие у нас красивые стоят два клюва. Один ярко-желто-оранжевый, другой зеленый. Когда смотришь вот на этот ярко-желто-оранжевый, такое ощущение, что лето. Ну, потому что он яркий. Сейчас стабилизацию оптическую отключу. Может, так лучше будет. Вот они какие-то красавцы. Вот они два рядом стоят. Вот один ярко-желтый рядом с ним. Он весь зеленый. Вообще нигде не пожелтел. Так интересно. Очень красиво. Наша ревинка, которую я вам уже показывала. Площадку нам так и не начали делать. 1 октября у них уже сдача объекта. А они так и не начали делать площадку. Чудесно. Короче, все лето нас кормили завтраками. И даже сейчас ее нет. Через несколько дней сдача объекта. Объекта вообще и нет. И не начали делать. Очень интересно. Ну, ладно, посмотрим, что будет дальше. Сейчас на Валбере заказ. У меня, кстати, Ксюша ходит получать заказы. Это очень интересно и почетно. Я решила попробовать. Как-то мне там попалось почему-то, что есть их на разных оттенках. Я решила попробовать. Она вроде как безымячная. Ну вот. Это у нас с вами фитокосметик. Я взяла, по-моему, русскую. И к ней хочу добавлять вот такую вот бургунду. В общем, когда будем делать, я вам покажу еще подробнее. Расскажу. Распаковала. Первая от фитокосметик 7.3. Карамель. Не содержит амяк, перекись водорода. 100% закрашенность седины. Почитала. Вот за отзыв хороший прям. Индийская с кератиновым комплексом. Уплотняет волосы. По составу интересно, есть ли здесь в этой хне вообще хна. Так, где у нас состав на масло тут? Так, вот он состав. Вода. Экстракт хны на втором месте. Масло органа. Касторовое масло. Масло жужаба. Масло оливы. Масло ши. Алоэ верги. Алоэ верги. Алоэ верги. Протеин риса. Кератин. И в конце какая-то блажь. Ненатуральный состав. Прям хорошенький. И вот эта вот бургундная. Она, наверное, порошком. Я так поняла. Судя по всему, у меня пакетик усудя. Ведь я не знаю. Так. Это оттенки. А, нет. Крем хна. Она тоже крем. О, будет здорово мешать вообще. Будет здорово мешать. Хочу, чтобы вот у этого светлого оттенка был небольшой вот такой отлив. Ну, типа того, что у меня сейчас на волосах. Да? Только это будет у нас с вами не краска, а хна. Будем краситься чуть попозже. Не знаю, в этом влоге или в следующем. Потому что я только недавно красилась. Тут у нас где состав. Способ применения. Мера предоставила. Вот состав. Вода. Но тут не перевели. Репейное масло. Масло миндаря. Тоже неплохой. В общем, будем пробовать с вами, девчонки. Посмотрим, как седину закрашивают. И так далее. Все будем пробовать. Сделала сало белорусское. У нас в магазине кусочек маленький на пробу. Оно было вакуное. Кстати, пожалела, что взяла мало. Очень вкусно. Сейчас попробовала. Отрезала. Кужиринка твердая, но само сало мясо хорошее. Малосольное. Что я сейчас хочу сделать? Я вам в обзоре заказа Дом Трик показывала. Вот такую паприку сушеную. И чеснок сушеной молотой. Если бы там была грудинка, но свежая, не соленая, я бы взяла. Сделала ее. Но у нас охлажденка далеко, поэтому я взяла вот такой сало. Но хочу его доработать, скажем. Вот так вот. Вот таким образом. Сейчас я пакетик закрою. Насыплю туда паприку. Насыплю туда еще сушеного чесночка. Пакетик завяжу. И так шух-шух-шух-шух, переболтаю. Ковала, придавила, немножко помяла, чтобы сало немножко свой сок выпустила и впитала специи. Вот она стала белорусская спинка. У нас в магазине продается такое. Очень вкусная сама по себе. Но сейчас будет просто восторг, я думаю. И вот какое оно получается. Небольшой красный цвет за счет паприки. Она пропитывается паприкой. Получается очень вкусно. Вот кто не пробовал так с паприкой, очень рекомендую. Ну, конечно же, с чесноком. Какое сало без чеснока. На чеснок можно и кусочком, в принципе. Без разницы, это я так люблю удобство. А паприка прям здорово. Сало на ужин, соответственно, жарится картошка. С луком буду жарить. Сейчас немножко обжарю картошку. Потом лук. И еще посыплю сушеным укропчиком. Своим. Еще, девчонки, я вот так варю мясо. Любое. Хрунтку, если вы на ПП. Свинину. Здесь она у меня немножко, в отсутствие страны, с жирком. А так нормально. Кладу в воду луковую шелуху. Кто-нибудь когда-нибудь ел в луковой шелухе? Сама тоже, девчонки, сваренная. Это вообще божественно. Это отдельная тема. У нас так родители делают всегда. Тут луковая шелуха. С двух луковиц сняла. Потому что всегда выкидываю. Только потом вспоминаю, что я обожаю просто мясо в луковой шелухе. Вот. Так, здесь у нас что? Здесь у нас лавровый лист. Две штучки. Здесь у нас чеснок. И здесь у нас паприка. Вот видите, она красная уже растворяется. И соль по вкусу. Можно немножко подсластить или сахар. Тоже, когда мясо варишь, это дает определенный такой привкус. Также можно варить грудку. Она получается гораздо сочнее, нежнее. И я вот такое мясо вместо колбасы режу на бутерброд. Я вообще в колбасе привередливая. Чтобы вот я какую-то ела. Это я не знаю, какая должна быть колбаса. Мне проще вот так сварить в специях мясо. И потом остудить. И вот так ломтиком резать. Если мне хочется бутерброд, я его сделаю бутерброд. Вот на ПП я, кстати, так ела. Я так грудку варила. Или совсем нежирную свинину без жира. Вот так, девчонки. Кто так варит мясо, расскажите. Я так очень люблю. Можно так запекать. С луковой шелухой не запечешь. В ней тоже только можно варить. Но еще так в специях можно запекать. Как угодно. Но мне вот почему-то нравится вареный вариант. Я прям обожаю. Специи, какие вы любите. Луковая шелуха. Но еще ее вообще должно быть много. Мама с папой всегда много набирали луковой шелухи. Большую кастрюлю. И варили сало, мясо, грудинку. И это было очень вкусно. Просто нереально. Вот такой вот салатик. Это салат весенний. Здесь капуста, морковка на крупной терке. И порезанный сладкий перец. Много сладкого перца. Я так люблю. Пока сезон. Надо наедаться витаминами. Туда добавляю яблочный уксус. Как правило, столовую ложку или две. Несмотря на какое количество. Или простой уксус. Девятипроцентный. Немножко плескануть. Потом немножко сахара. Я в данном случае сахарозаменитель. Но все по вкусу. И соли. И потом можно подсолнечным маслом заправлять. Но я его даже не заправляю. Мне он и так очень нравится. И потом я прям в кастрюле вот этот вот салат. Либо руками мну. Чтобы капуста, морковка и перец дали сок. Салат сочный получился. Либо толкушкой. В общем, как удобно. Но руками быстрее получается. Ну, так вот прям заминаю, заминаю. Перемешиваю. И вот такой вот салатик весенний. Потому что овощи в рационе всегда нужны. Пока они свои. Надо, конечно, на зиму витаминов набираться. У нас сегодня отличный солнечный денек. Ясное небо. Давно такого не было. Ксюша лазит на колечках. Сейчас уже домой пойдем со школы. И забрала посылку. Медчонки из Китая. Здесь у нас бижутерия. Посылки бижутерия. Очень интересная бижутерия из Китая. Очень бюджетная. Будем с вами распаковывать. Смотреть. Продавец обещал еще дать промокод на скидку. Кстати, посылка пришла за 12 дней. Из Китая. Это сколько она в Китае еще пробыла. Но, в общем, быстро, здорово. Я люблю бижутерию. Люблю красивую бижутерию. У меня там бокс-сюрприз. То есть у них на сайте есть такие боксы-сюрпризы. За определенную цену, по-моему, около 10 долларов они все стоят. Но еще промокод на скидку будет мой. Ну, вообще красота. За копейки. Можно сказать, за копейки. Бокс-сюрприз с определенным комплектом, набором бижутерии. Мне вот уже не терпится. Самое интересное. Будем сейчас с вами все распаковывать, смотреть, что почем. Ну что, девчонки, вскрыла коробочки. И вот, что у нас тут внутри. Четыре вот таких коробочки. Я сама не знаю, что там. Это так называемые слепые коробочки. У них на сайте они есть. Что-то около 10 долларов обходится. Все вот это. И промокод на скидку 5 долларов. Светлана1 я вам пропишу здесь и в инфобоксе обязательно вставлю. Так же, как и ссылку на их магазин. Давайте открывать. Потому что для меня это полный сюрприз. Ой, какая красота. Слушайте, это что? Это сережки? Или что это? Или это пирсинг? Это что-то одно. Это, наверное, пирсинг. Так, сейчас я распакую. Или ладно, давайте встроим с вами все коробки, потому что очень интересно, а потом распакую. Так, это у нас что? Это браслет, судя по всему. Сейчас так модно. Камешки красивые какие, прям переливаются. Замочек. Такой обычный английский, да? Слушайте, это браслет? Да, браслет, браслет. Все. Так, красивый. Ладно, дальше. Дальше смотрим. Так, это у нас подвеска, что ли, девчонки? Да, это подвеска. Подвеска. Так. Парь золота. О, камешки красивые мерцают тоже. Ох, это красота. Так, и еще последняя коробочка. Что у нас здесь тоже подвеска. Так. Это, божья матерь, слушайте, красиво. Просто на золотой цепочке. Сейчас я это все достану, чтобы наглядно было. Так, да, маленький это пирсинг. Очень красивый пирсинг. Жалко, что не сережки. У меня пирсинга нет. Надо кому-нибудь задарить, у кого пупок прокол. По-моему, у меня у соседки прокол-то пупок. Очень красиво. Прям красота. Как сделано. Ну, неплохо, слушайте, неплохо. Так. Дальше браслет. Браслетик буду носить. Браслетик красивый. Вот такой. Соединен вот так. Смотрите, как он интересно соединен. Красивый. Так, подвеска божья матерь. С обратной стороны вот так. И цепочка. Цепочка вот такая. Так, и вот такая вот подвесочка. Красивая. Слушайте, это браслет. Это браслет, какая подвеска, что я вам говорю. Это браслет, очень красиво. Сейчас одену вам все, покажу. Ну, кроме пирсинга. Вот два браслета. Вот этот с камешками. И тут же в коробке еще вот такой. Просто как цепь. Ну, вот она подвесочка. Вот так смотрится. Это у меня на максимальную длину. И вот они, браслетики. Очень красиво играют. Здорово. А вот на другой руке вот этот обычный цепь. Золотой. Вот как при искусственном освещении смотрится. Это я вам при естественном показывала. Вот они, браслетики. И металлический. Обычный. Красиво. Мне прям вот этот вот. Типа как с подковкой серебряной. Очень нравится. Подвесочка Божья Матерь. Тоже такая красивая. С младенцем. Как раз прям в тему. В тему мне попалась в боксе. Вот издалека вам еще показываю. Я неправильно кулончик одела. Неудобно цепочку так самой себе одевать. Вообще красиво. Красиво. Браслетики такие прям. Камешки играют. Здорово. Вот этот вообще стильный. А это просто камешки. Такие красивые, красивые. Здорово. Ну, в общем, вот так, моя хорошая. Влог на этом буду заканчивать. Все такая, как ворона блестящая. Ссылку на магазин. Промокод на скидку вам оставляю. Проходите, смотрите, знакомьтесь. Я, например, очень люблю бижутерию. Раньше у меня ее было очень много. Браслетики вообще здоровские. Я прям рада. Красиво. Всем пока. Всех люблю, целую.